Доброе утро, Дан. У тебя что, новый трактор? Да? Давай его откроем, да? Давай откроем. Выбрались мы на прогулку. Да, Кироль? Да. Скажи всем привет. Всем привет, с вами Алина Кира. А, сейчас Данулечка улюлюется, будет спадки, и мы с Кирочкой пойдем в магазин и будем гулять. Нужно дождаться, пока уснет этот маленький красивый Микки Маус. Оделаем ему шапочку потеплее, потому что что-то мне кажется, что... Ой, ну не знаю, что-то мне кажется, что лучше уже такую потеплее одевать. Вот. А мне маму шапку не одевали. Потому что ты большая. А он еще пока малыш. А то я за себя беспокоюсь. Да, молодец. Обличь берет тот, который может мне ушки согреть. Что-то я не вижу его такого настроя, прям вырубится. Вижу, что он сейчас не особо хочет, поэтому можно походить ножками сейчас пойти где-то. Сейчас так и сделаем. В общем... Ой, какая площадка. Пойдемте на ту сторону перейдем. И там вон пустая площадка, никого нет. Давай. И потусим там. Потусим. Да, потусим, так потусим. Пока Дану не уснет. А потом пойдем в магазин. Ага. Данулик у нас уснул. Мы сходили в сельпо и прикупили Кирю. Будем тестировать мыльные пузыри. Ну, она эти уже знает стопроцентно. Будем тестировать такую штуку, как держатель для мела. Чтобы Кира была вся не в мелу. Но могла ощущать прелести детства и рисовать мелками. Сейчас пойдем на какую-то площадку тестировать, пока Дан спит. Ну, мы видели, там такая площадка есть. Где нету человека. Человека? Людей. А не человека. Девочка моя. Я тебя люблю. Когда ты была маленькой, я очень любила с тобой гулять так на улице. А теперь ты гуляешь, когда у меня есть маленький малыш. С нами. Это очень-очень миленько. Боже, ну кто-нибудь придумал такой вот палат, который разбирает посуду. Больше всего ненавижу разбирать посуду. А ее копится, да копится, блин. Это вообще какой-то страшный. Короче, мы тут сейчас будем убирать. Боже мой, мне занемела нога. Адский ад. Сейчас нужно разобрать всю посуду и приготовить Дануфу. Не падать. Не падать. Ад, как мне занемела нога. А еще, я думаю, вы заметили, как вы съезжали, да? Угу. Мы пришли домой. И что я делаю? Что я делаю? Я убираю. Хотела, короче, купить это, купить все для борща. Делать, смотря, еще в принципе, потому что она очень веселая борщ. Я уже свеклу ела. Все окей. Уданной, другие, нету. Борщ мне можно. Ну, пока ему об этом не стоит говорить, что нет. Потому что она тогда будет усиленно хотеть этот борщ. Я пока еще делаю вид, что мне борщ нельзя, чтобы это был когда-нибудь сюрприз, когда у меня будет настроение на борщ. Настроение было, но я забыла. В магазине. Что надо все для борща купить. Так что, такие вот у нас пироги. Так. У меня все. Практически территорию только что расчистила. Кируля играется с Данулей. Мы, кстати, очень классно провалялись. Кире было очень сложно расставаться с мыльными пузырями, которые уже разлились, уже были в состоянии выброса. Потом сложно она расставалась с теми мелками, которые, фигула, вы эта штука не покупайте. У нас сейчас там тепло вообще по акции, 4 гривня стоит эта штука. Я подумала, почему бы не купить. И мыльные пузыри, кстати, эти 9 гривен. В общем, короче, вообще фигня на ледяные товары. Можно покупать. Вот представляете, мы с Данулей до сих пор мы поубирали в кумбочках. А нам это надо сделать. Когда мы это сделаем, я не знаю. С примеру, какой-то из дождей грузник. Это уже пока солнечные дни. Если он остается и вообще не соберет. Если есть время, то мы идем и гуляем будем. Ну, вон я вижу, уже будет похолодание. А это значит, что, скорее всего, я больше ходить в данный гулять не буду. Я думаю, что я не люблю в холодную погоду гулять с повяской. В дождине в холодную погоду. Ну, конечно, посмотрим. Может быть, мне дома тоже в этом не захочется сидеть. Но что-то я склоняюсь больше к тому, что гулять я не захочу. Давай еще раз выберу, посмотрим. Не усилия рождаем на все 100%. Ну, хоть дома чисто, хоть по-моему лоток. Прополесочу, чтобы кухню по-моему. Наверное, этим надо уже заженеться. Если не я, то что, компанию уберем. Блин, я все больше и больше задумаюсь поучаствовать в марафоне желаний. Я вот что увидела сегодня. У девочки, которая закрывала в этом марафоне, загадала там желания на несколько лет. И у нее практически все сбылось. Просто все. Ну, мне, в принципе, стоит сделать слокат желаний. То есть, визуализацию сделать. У меня влом. Так же, как и участвовать в этом марафоне. Но надо, потому что запросы у меня, конечно, появились. Я уже знаю, чего их хочу. Еще не до конца. Но много чего знаю. Надо делать доску. Хочу купить перепробковую доску. И реально сделать классный пропор в диване. Чтобы достигнуть ее цели, снимать. И оставлять только то, что осталось. Еще до скидни. И там коточки какие-то наши повесить. Короче, мне это очень хорошо. Это красиво будет лечь. Кстати, лак сейчас у меня на ногтях. Очень хорошо держится. Прям очень хорошо держится. Я уже давно сижу на уроках разных. И вот тем способом, которые там я смотрела. Что идеально. Лак держится хорошо. Хотя я не меняла ни базы, ни топ. Вообще, поршит какая база, поршит какой топ. В принципе, работать, вернее, в этом направлении. Просто нужно учиться. Чтобы получалось хорошо. И меня занимает. А мне скоро кое-что придет. Я себе заказала целый набор там кое-чего. Интересного. Тоже буду учиться. Что я смотрела? Смотрела видео уроками. А теперь вот это вот делаешь. Я говорю, выминаю. Мне кажется, это сложно. Она говорит, ну давай, я в тебя верю. Если ты хочешь заказывать, то буду сделать это. Так, шо. Заказала очень интересные штучки. Будем учиться вместе с вами. А еще у нас в следующем месте годовщина. Так, нет. У нас 1 числа вымает родители. Мы уже придумали подарок. Это будет такой небольшой подарочек. Просто поздравить. Ну, мы уже знаем, что они просто хотят. Потом. Для рождения папы Андрея. У него юбилей. В этом месте у моего папы юбилей. А в следующем месяце у Андрея, у папы юбилей. Правда, у нас разница между юбилеями в 20 лет. Так, что моему папе еще мы не знаем, что подарим. А его папе еще не знаем, что подарим. Потому что Андрея не знает, чего хочет папа. Потом годовщина наша. И на нашу годовщину вот тоже. Мы не знаем, что мы хотим. Или холодильник будем дарить себе. Ну, хотя, скорее всего, не. Холодильник мы друг другу дарить не будем. Потому что это бытовой такой привод, который мы и так, типа, все равно планируем покупать. Я знаю, что Андрей мне хочет купить. Ну, я как бы это и хотела бы. Но это не сюрпризное. Но классное. То, чего не хватает. А я уже подозреваю, что я ему сделаю какой-то подарок. Потому что есть два варианта. Я знаю, что он все равно не смотрит видео. Есть два варианта. Напишите в комментариях, что лучше. В общем, когда-то он очень хотел татуировку сделать. Видел ладошки до нольки здесь еще на боку. Что ему подарить? Или же он хочет в машину камеру заднего вида с экранчиком. Но это было бы удобно и мне. Но татуировка это то, что он очень хочет. А я не против. Мне нравятся татуировки. Я бы, наверное, себе сделала татуировку. Но я не знаю, чего бы я хотела набить. Поэтому я и не делаю пока татуировку. Но я бы хотела сделать, если бы я определилась с тем, что я хочу. Я знаю, что я хочу что-то в минималистическом стиле. Что-то небольшое. И прикольное, креативное. Пока я не придумала, что бы я хотела. Но я уже очень давно мечтаю татуировку. Очень ее хочу сделать. И с уверенностью могу сказать, что я это делаю. Только не сейчас, а когда пойму, что же я хочу набить себе. Вот. Напишите в комментариях, что вы любите Андрею. Татуировку или же камеру из одного вида. Потому что и то, и то хочет одинаковую. Вот. Будем думать. Хотелось бы, конечно, поехать куда-то. Но мы не поедем никуда. Мы, потому что... Но это несложно. Мы знаем, что некоторые летали, ездили. Все окей. То есть несложно проходить это все. Покупаешь себе путевку. Или даже не путевку. Или приходишь в аэропорт. Перед полетом сдаешь тест на коронавирус. Потом показываешь это все. Туда залетаешь, обратно вылетаешь. Прилетаешь домой. И сдаешь повторно тест. Для того, чтобы не сидеть в этот карантин. Что-то легко и просто. Мы хотели полететь, планировали. Но отложили это, потому что... Да, нам надо сделать за гранд-паспорт. Но мы планировали, правда, полететь. Но да, нам надо сделать за гранд-паспорт. Плюс вот это вот, то, что нужно всем отдавать. Это не совсем удобно. И мы понимаем, что мы кое-чего другого хотим. Поэтому отменили эту поездку. Но планируем. Вот. Так что ты купила? Пришила с вами этим всем поделиться. Сейчас покажу, что я купила здесь. Купила кетчуп какой-то, шалена манго. Купила сырный соус какой-то. И чесночный соус, который мне очень нравится. Ябашуб, который любит Андрей. И живчик. Живчик у меня просто сейчас любой. Боже, шапка обалденная. До Нурькину было очень тепло. Классно. Так что супер. Я довольна покупкой этой шапки. И я ее очень неожиданно у себя нашла. Потому что я думала, что, блин, нужно срочно дону купить какую-то шапку потеплее. Потому что уже прохладно становится. А у него старая шапка. Вот эти вот две тонкие. И иду за второй тонкой. И нахожу, что я купила еще летом. Тут ремонт кроватки, Кира, научила дамы. Ухилки. На. У нас тут происходит ремонт серьезной кроватки. Он пытается повторять за Кирой. На. Отвертку. Вот из трактора мы взяли две отвертки. Играем с ними. Он только что пытался крутить. Вот так. Вот смотрите. Мы пытаемся взломать вот эти штуки. Чтобы открыть тумбочки. Да. До ноль. Как успехи? Получилось взломать? Ну, почти. Сынок. Да. Только что тут и получилось. У меня получилось. Ребята, я взломала. Сейчас Дан тоже все починит. Короче, мне кажется, время покупать до нольки наборчик инструментов. Как в мужчине. А Кире, походу, тоже в прикол играться мальчиковыми игрушками, да? Да. Расскажи, что ты собрала, разобрала сама трактор? Да. А я вот это мучилась целую минуту с этим трактором. Целую минуту? Да. Так это совсем быстро. Ну, для меня это долго. Понимаете, что самое смешное? То, что каждый из нас дежурит с Данулькиным. Да. Каждый день. И каждый из нас в конце этого дня радуется, что завтра дежурство у кого-то другое. Мы зато думаем, это значит, что мы отдыхаем хорошо. Да. И потом приколуемся. Я, например, все дня дежурила. Я завтра сплю, а кто-то дежурит. А потом это все надо. Ты мне предлагала еще по 2 дня дежурить. Ты только представь, какой ужин. Какой ужин. Зато представь, 2 дня спать. 2 дня подроспать. А потом 2 дня не надо. Какой ужин. Ты меня выдержал. Да. И ты мне дежурил в подвале, но я поверну. Я дежурил 3, но ты один. Да. Все. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи. Завтра дежуре-то я сплю. У меня на второй сцентре. Я подогнал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...